С необычной проблемой столкнулся предприниматель из Наренмара. В его собственном помещении, которое предназначено под торговую точку на протяжении последних 10 лет, периодически протекает система отопления, которая обеспечивает теплом целый подъезд с жилого дома. В капитальном ремонте управляющая компания мужчине отказывает, ссылаясь на то, что провести его можно только за счет собственников, то есть всего подъезда, ведь трубы – имущество общедомовое. Но, как правило, когда от коммунальных бед страдает один, другие на помощь не спешат. Когда Олег Пиралиев купил это подвальное помещение, то сразу начал строить грандиозные планы – новый магазин, клиенты, прибыль. Но его мечты постепенно начали смывать горячие воды теплотрассы. Предприниматель посмотрел на чертежи и понял – все печально. Через его магазин проходят коммуникации, обеспечивающие теплом 25 квартир. Сначала мужчина обратился в СМУ, в то время именно это предприятие занималось домом, там ему пообещали сделать капремонт. Слова в действия так и не превратились. Потом жилое строение под контроль взяла управляющая компания «Наринмарстрой». Пришел, посмотрел на Ливайка, в то время генеральным директором был. Увидел это все. Говорит, это одним нашим селям не справится, придется помощь, наверное, денег выпрашивать. Скорее всего, имел в виду администрацию. И так дело закончилось. Весной прошлого года очередной потоп. Магазин пришлось закрыть. Из-за горячих паров сдулась потолочная плитка, кафель провалился, а фундамент заметно просел. Вызванная бизнесменом жилищная инспекция о нарушении в действиях управляющей компании не выявила, но зато оштрафовала самого мужчину за отсутствие счетчиков. Коммунальщики капитальный ремонт за свой счет делать отказались. Мол, трубы, имущество теперь общедомовое, поэтому договаривайтесь с жильцами и собирайте деньги. Предложили еще один вариант. Если эта проблема действительно существует, то мы постараемся летом все это сделать. Если бы данный абонент пошел бы нам на встречу, предоставил нам качественный материал, мы бы, естественно, все бы устранили в кратчайшие сроки. Олег Пиралиев, естественно, самостоятельно закупать трубы на весь подъезд не намерен. Выход, пожалуй, один. Провести собрание жильцов и надеяться на их понимание. Ведь, по сути, предприниматель отдувается сейчас за 25 квартир. Помещение простаивает, прибыль не идет. Да еще и ремонт после коммунальных аварий теперь требуется. Впрочем, директор управляющей компании вроде как дал понять – ремонт в помещении все же сделаем. На данный вопрос не могу вам ответить. Но, скорее всего, что управляющая компания должна. Уговаривать жильцов сложиться деньгами на капремонт системы отопления, что в их же квартирах предприниматель планирует на ближайшем собрании. Хотя уговаривать Олег Пиралиев по закону вовсе не должен. Они обязаны собрать необходимую сумму, чтобы решить, пусть по логике и не общую, но проблему своего соседа по дому. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...